Самая масштабная реконструкция тепловых сетей в Самаре за последние десятилетия. К 15 участкам, где была уже запланирована замена трубопровода в этом году, прибавилось еще 7. 5 из них в Октябрьском районе и по одному в Железнодорожном и Советском. Меняют трубы не только на магистралях, но и на внутриквартальных сетях. На самом деле в длине и в теплотрассе, в трубе, это по сути участки даже больше, чем по основной программе. То есть всего 12 километров теплотрассы мы будем перекладывать, это по сути 25 километров тепловой сети, самой трубы. Работы проводятся в достаточно сложных, стесненных условиях, потому что это дворы. И, наверное, ключевая задача – это сделать оперативно, быстро. На всех ремонтируемых объектах уже трудятся подрядчики. На Пентинской планируется вынести из подвала жилого дома транзитный трубопровод. На Новосадовой в районе пересечения с Советской армией новые трубы придется тянуть через дорогу. Сейчас прорабатываются решения, как выполнить это с наименьшими неудобствами для жителей города. Это ключевой объект, его протяженность более километра. Работы здесь будут вестись в круглосуточном режиме. Обновленные тепловые сети будут поставлять тепло, в том числе и в строящуюся школу на пятой просеке. Новые трубы будут служить не менее полувека, обещают заказчики. Проверили ход работ участники штаба по подготовке к отопительному сезону. Такие большие объемы на Пентинской, порядка 700 метров, где мы были в этом вопросе. Это все новые объекты. И в львиной доле из всех дополнительных объектов, которые связаны с переходом города на Алькотельную, будет две трети перекладываются трубы именно квартальные, муниципальные. Это делается впервые, подчеркиваю, такой громадный объем работы. Где позволяет техническая возможность, работу будут вестись без отключения горячего водоснабжения, с переключением потребителей на временный трубопровод. На 15 участках, где перекладка ведется с мая этого года, работы выполнены уже на 80%. На трех полностью завершены. Мэри Илчан, Сергей Баскин, События.